Водоросли – самые древние растения планеты. Их первые одноклеточные представители появились, как считают ученые, уже в архейскую эру, более трех миллиардов лет назад, когда суша Земли была еще абсолютно безжизненна. Жизнь зародилась и начала пробовать разные формы своего проявления в водах первичного океана. Водоросли – низшие растения. И по сравнению с другими устроены довольно просто. Даже самые совершенные из многоклеточных водорослей не имеют разделения на специализированные органы – корни, стебли, листья. Их тело состоит из более или менее похожих клеток и называется слоевищем. К субстрату эти водоросли прикрепляются выростами тела – ризоидами. А необходимые вещества поглощают всей поверхностью тела. Нитчатые водоросли имеют тело из одного ряда расположенных друг над другом клеток. Они образуют тину. Есть среди водорослей колониальные формы. Уже не одноклеточные, но еще не настоящие многоклеточные. Колонии могут включать от нескольких до сотни клеток. И, наконец, среди водорослей во множестве сохранились и одноклеточные формы, среди которых есть как активно передвигающиеся в толще воды с помощью жгутиков, так и пассивные без жгутиков. Водоросли очень широко распространены на Земле. Они освоили самые разные условия обитания – в воде и на суше, в снегу, во льдах и горячих источниках, по всему земному шару, от просторов северного ледовитого океана и его островов до тропиков, и от тропиков до снегов и скал Антарктиды, от морских глубин до высоких гор, всюду мы находим водоросли. Учитывая то, что вода покрывает две трети поверхности планеты, водоросли оказываются самыми широко распространенными фотосинтезирующими организмами. Они производят больше половины всего кислорода на Земле, за что их называют легкими планеты. Водоросли также создают более четверти всех органических веществ планеты.